Девушки отдыхают Сию минуту По запросу Chicago Spirit обнаружено 11 файлов Среди них CO001 SCP-638 SCP-2680 SCP-3138 SCP-3792 SCP-3855 SCP-4146 SCP-4256 SCP-4901 SCP-123EX SCP-046ARC Дальнейшие указания SCP-046ARC Роберт Чаппел, верно? Ричард Ричард Чаппел В разделе «Описание» указано данное имя Хорошо, не будем терять время Запрос «Ричард Чаппел интервью» Пару секунд Есть! По запросу «Ричард Чаппел интервью» обнаружено 5 аудиофайлов Проиграй их по порядку, Граут Принято И музыка Я помню, мэм Проигрываю вводное интервью с SCP-046ARC Запись была сделана в 1938 году при первоначальной постановке объекта на содержание Оранжевый комбинезон вам к лицу, SCP-046 Да ты знаешь, кто я такой, хуила! Прекрасно знаю, мистер Чаппел И знаю, на что вы способны К счастью для меня, эти два надежных джентльмена составят мне компанию В то время, как ваша камера содержания находится под воздействием ЯРС Под воздействием чего? Якоря реальности Скрентона Больше ничего сказать не могу У вас нет допуска к данной информации Слушай, халатик Мне не нужно знать, какую волшебную хуйню вытворяет этот ваш якорь На меня он не сработает У меня нет никаких аномальных финтифлюшек Я обычный человек, насколько может быть обычным Глава самого крупного преступного синдиката Чикаго До постановки на содержание вы говорили обратное Или вам напомнить про случай с Руди Бенсоном Это была случайность И да, я осушил тело этого пацана до последней капли крови Но лишь потому, что мистер Найт разрешил мне это сделать Мистер Найт? Кто он? Чтоб я знал В Чикаго я переехал с родителями в 1873-м Когда мне было всего два года Прошло девяти лет Я подрабатывал разносчиком газеты и застолбил себе уголок на Лейкшор-авеню Раздавал газету лучше всех в городе Даже хотел журналистом стать Естественно, мне стали завидовать А я не из скромных типов, верно? И тут на сцену выходит Руди, мать его, Бенсон Говорит, что хочет отжать мой угол Отдавать его я, естественно, не собирался Не без драки Однако пацан притащил с собой пару друзей И уже через мгновение я барахтался в Бабли Крик А на тот момент я плавать не умел После этого случая научился Но тогда я тонул И сдох бы в том вонючем ручейке, если бы не мистер Найт Он бросился в реку и вытащил меня С первого взгляда я понял, что с мужиком что-то не так Но я не испугался Мистер Найт, в свою очередь, подарил мне миленький свисток И сказал, чтобы я подул в него, когда Бенсон будет рядом с Бабли Я так и сделал Кровь полилась из всех щелей, уёбка Рта, глаз, ушей, ноздрей Прорывалась сквозь кожу и текла в ручей Его банда бросилась в рассыпную Теперь меня боялись Так я познакомился с мистером Найтом Допустим Что насчёт Чикаго Спирит? Как всё зарождалось? А я думал, что серые плащики всегда знают всё про всех Это чистая формальность, ничего более Ладно Собственно, с тех пор мистер Найт меня не покидал Он всегда был моим тайным партнёром В 1893-м в южной части Чикаго я открыл Спирит Обычный бар с хорошей выпивкой и редкими музыкальными номерами Небольшая копеечка мне капала в течение двух лет После чего мой покровитель предложил расширить бизнес Над баром был второй этаж, который никак не использовался, так? Там я начал продавать всякие... Неестественные безделушки Насколько мне известно, в Чикаго Спирит Аномальные объекты предпочитают называть Карлами Чертовски верно И торговля ими была очень прибыльной На сегодняшний день я продал более 600 таких вещичек Многие думают, что это я их создавал Но на самом деле тут постарался мистер Найт Большая часть Карлов — его работа А всё остальное мы прикупили либо у МКИД, либо у фабрики Эти безделушки привлекли внимание многих коллекционеров и чикагской элиты Что, в свою очередь, привлекло внимание к бару на первом этаже Спирит рос и процветал, а я продолжал развивать бизнес Вмогательство, ограбление — классика В 1889-м на меня работало более 400 человек А местные дали синдикату имя Чикаго Спирит Как ты понимаешь, оно привязалось И какие же люди работали на вас? Ты хочешь, чтобы я сдал имена своих парней? Я не стукачий яйцеголовый Я их, блять, презираю И нам это прекрасно известно Нам не нужны имена После облавы фонда Многие члены группировки были задержаны и распределены по тюрьмам Личности с выявленными аномальными способностями, как и вы Поставлены на содержание в наших учреждениях Среди них известные вам Чарльз Феррис Дерринджер и Гард Тачка Картрай А саблезуб? Предположительно нейтрализован Без мистера Найта очень даже непредположительно Мои мальчики не настолько лохи Наверняка немалая их часть смогла улизнуть Но если вам не нужны имена, то что вообще интересует? Иерархия Как все было устроено внутри Чикаго Спирит? Ха, тут нет ничего сложного Лидирующие позиции всегда занимали такие люди, как Дерринджер и Тачка Люди с необычным даром Таким я всегда доверял во владение своей бары и другие мелкие предприятия В то время как любую грязную работу выполняли мелкие воришки и бандиты Хорошо, как у вас обстояли дела с другими преступными организациями? Прижимал ее об ковк ногтю, как иначе К 1900-му я уже прочно укрепился в подпольном мире Чикаго, как Ричард Чапелл Тот, кому не стоит переходить дорогу Хм, только с Чикагским синдикатом у нас не было проблем После, мягко говоря, неудачного нападения Торио на нашу базу в 1919-м Капоны в штаны наложил и больше с нами это шрамированное лицо не контактировало Что можете рассказать про положение вашей группировки в 20-х годах? В то время был принят сухой закон, который только сыграл нам на руку Подпольные бары стали востребованы после запрета алкогольных напитков А у нас была целая сеть заведений, где можно было нажраться в стельку Дополнительная выручка была немаленькой Согласно записям, с 1921 по 1933 года Чикаго Спирит представляла собой крупнейшую аномальную преступную группировку западного полушария Но всему приходит конец, не так ли? Это все ебаный Найт Я не знаю, что ему в голову взбрело Он просто решил покинуть Спирит А потом вы устроили облаву И я, блять, абсолютно уверен, что это именно он настучал на меня Мы действительно получили анонимную наводку Впрочем, у нас по-прежнему нет никаких доказательств Подтверждающих хотя бы существование так называемого мистера Найта Ну, на сегодня мы закончили Спасибо за уделенное время Не за что У меня теперь его достаточно Граут Запрос Руди Бенсон По запросу Руди Бенсон обнаружено два файла Полагаю, вас интересует SCP-4901? Верно Кратко обрисуй мне ситуацию с данным объектом Проще простого, мисс Джонс SCP-4901 представляет собой аморфное существо, состоящее из нечистот, коровьих или свиных останков и человеческой крови В настоящее время находится в Бабли Крик, Чикаго SCP-4901 может управлять вязкостью своего фиброзного кровяного вещества, временно превращаясь в жидкость Предполагается, что SCP-4901 ранее был разносчиком газет и, по крайней мере, частично осведомлен и способен общаться после своего создания Однако психическое состояние объекта ухудшилось в результате его физического состояния SCP-4901, как правило, затворничает и в основном проводит время на берегу реки или в тени SCP-4901 способен изменять форму своего тела и имеет тенденцию принимать вид аморфного четвероногого существа Но иногда принимает более гуманоидную форму в моменты ясности Длительное время Ричард Чаппелл поддерживал легенду об убийстве Руди Бенсона, чтобы запугивать как своих противников, так и подчиненных В 2009 году сайт Paravatch выдвинул теорию, что SCP-4901 приобретает более гуманоидную форму в зависимости от осведомленности большего количества человек Фонд в дальнейшем подтвердил данную теорию По окончанию эксперимента всем сотрудникам, принявшим в нем участие, были выделены амнезиаки, чтобы вернуть аномалии прежние паттерны поведения Бедная болотная тварь Вернемся к интервью с Чаппеллом Так точно, мэм Здравствуйте, SCP-046 Чаппелл или Ричард Чаппелл Просто Ричард, Рич, Рич, Дик в конце концов Но не зови меня по ебаному номеру К сожалению, не вам выдвигать мне требования SCP-046 В заключении находитесь вы, а не я Не обманывай себя Ты такой же пленник этого комплекса Только кандалы другие Обязательства, рабочий план, тяга к знаниям Насчет последнего вы правы Кстати, мне интересны ваши знания Например, куда вы спрятали золото, выкраденное из Федерального резервного банка Чикаго? Ограбление провалилось Я без понятия, куда те двое узкоглазых телепортировали добычу Не считайте нас за глупцов, SCP-046 Вы знаете, где деньги Это почему же? Давайте разберем случившееся по косточкам Группа SCP-638 была так называемой командой Пуласки Организованной бандой, действовавшей в 1910-х годах как часть более крупного Чикаго Спирит Насколько нам известно, SCP-046 вы не были членом группы Однако, возглавляли ее единственное крупное ограбление в 1914 году Команда Пуласки состояла из пяти аномальных человек SCP-638-A Луи Рогалик Бернштейн 31 год, американский еврей пиромант SCP-638-B Безумный Муди 38, американец, аномальная сила SCP-638-C Джузеппе Пермонто Фиори 34 года, итальяно-американец, аномальное убеждение SCP-638-D и Е Ахнум и Ахтом 41 год, китайцы, близнецы, тауматорги Группа SCP-638 использовали свои аномальные способности, чтобы совершить ограбление Федерального резервного банка Чикаго в 1914 году За 19 минут команда смогла устранить охрану, взять заложников и получить доступ к хранилищу, в котором хранилось 2000 тонн золота Полицейское управление Чикаго и внедренные агенты фонда штурмовали здание и задержали SCP-638 Обнаружив, что Ричард Чапелл, то есть вы, исчез вместе с добычей Тогда агент Чад Пик начал проводить предварительные интервью с членами SCP-638 За последующие два дня выяснилось много интересных деталей Например, по показаниям членов банды, агенты фонда могли восстановить план ограбления банка Все началось с Джозеппа Фиори, который познакомил вас со Стригой, изредка работающей на Чикагский синдикат Вы заключили с ведьмой сделку и, предоставив ей волосы и кровь охранников банка, получили бутылки с аномальным спиртным напитком Будучи выпит, он заставляет людей вокруг видеть в вас этих охранников Задачей безумного Муди было отгонять полицейских и держать ситуацию с заложниками под контролем Луи Бернштейн был открывашкой С помощью пиромантии он прожег дверь хранилища насквозь Близнецы, в свою очередь, телепортировали золото из банка в другое место Так какое же 046-й? Браво, браво, Шерлок Холмс! Очередное дело раскрыто! Однако, почему я должен знать, где золото? Труляля и траляля так и не сообщили мне, куда его отправили Верно, вы ожидали подставу с их стороны Именно поэтому, за неделю до ограбления, зверски убили агента Чада Пика Вырвали окровавленный клок его волос и отдали ведьме В конце концов, близнецы утверждали, что было сделано 7 бутылок На одну больше, чем требовалось Вау, я и вправду впечатлен Да, я замаскировался под вашего шпика, чтобы допросить грабителей Мне нужно было знать, где золото И вы заключили сделку с Ахнум и Ахтом Если вы поможете им сбежать, они раскроют местоположение золота А после они уже стали не нужны Пуля в лоб для обоих гаденышей Это милосердно, учитывая, сколько дерьма мне пришлось из-за них разгребать Остается лишь один вопрос Где золото? Ха! Я должен отдать вам должное Вы и вправду не такие тупые, какими кажетесь Несмотря на то, что храните без дела сотни, может, тысячи карлов Но я ничего не скажу Мне это золото явно понадобится, когда я выберусь отсюда И мы не сможем вас никак переубедить? Возможно, если вы начнете обращаться ко мне по имени Хм, давай следующее Хорошо, мисс Здравствуйте, мистер Чапелл Здорово, док Перейдем сразу к делу Сид Кассиди Кто это? Хм, SCP-4146 Это феномен, влияющий на все ставки во время азартных игр Ведущихся в области Чикагского метрополитена В процессе обмена между игроками ставка Самопроизвольно трансмутируется в кусок человеческой ткани Равного веса и приблизительного размера Затронутые эффектом ставки не будут разлагаться, как нормальная человеческая ткань Однако в остальном физически неотличимы от неаномальной ткани SCP-4146 обладает антимиметическим свойством, благодаря которому люди не замечают физических свойств затронутых ставок Вторичные эффекты, такие как загрязнение одежды или мебели кровью и другими субстанциями, также будут игнорироваться По оценкам SCP-4146 произвел около 16 тысяч тонн человеческой плоти Анализ ДНК выживших родственников подтвердил, что вся она принадлежит партнеру Chicago Spirit Сиду Кэссиди Заведовавшему тремя самыми прибыльными игорными заведениями синдиката и пропавшим в мае 1928 Все еще ничего? Нет Тогда сменим тему Беверли Квин Но никогда не слышал Так не пойдет, мистер Чапел Мы предоставляем вам все, что вы попросите, но лишь в обмен на информацию Не будет информации, не будет газет, не будет мягкой кровати, не будет сигарет Отвечайте на вопросы, будьте так добры Ладно, Беверли жила со мной Говоря прямо, мы трахались Однако, в конце концов, я понял, что она стала слишком много всего знать Я избавился от нее, как мы в Чикаго Spirit избавляемся от большинства трупов Я засунул ее в сборник стихов SCP-3138 Феномен, заключающийся в добавлении человеческих трупов в печатное издание художественной литературы Произведение должно иметь повествование, в котором возможно описание наличия трупа Добавленные трупы будут описаны в манере, подходящей произведению Например, тело, добавленное в стихотворение, будет описано с использованием соответствующих рифм Изъятие добавленного трупа может быть произведено посредством уничтожения книги Или редактирования произведения с целью удаления описания трупа При этом труп, удаленный из книги, немедленно появляется из текста Следует отметить, что полученные трупы не являются аномальными и несут следы разложения Характерные для длительного пребывания в кислой среде Агась, наше дело Беверли Квинн было всего 17 Ну, Руди Бэнсон тоже не был в преклонном возрасте А я все равно выжил его как мясную губку Но вернемся к SCP-3138 Почему извлеченные из книг тела словно побывали в кислотной ванне? Потому что чернила достаточно кислотные, знаете ли Хорошо Вскрытие также показало, что смерть всех жертв наступила в результате легочной аспирации А что в этом удивительного? Насколько мне известно, чернилами дышать нельзя Допустим В томе Великого Гэтсби Скотта Фитджеральда 1925 года издания было обнаружено 7 трупов Четверо из которых были опознаны как члены Чикаго Аутфит Альфонса Капоне Вам что-нибудь известно об этих людях? С ними была небольшая заварушка на кладбище Мои парнишки прервали встречу банды Нордсайда и Чикагского синдиката Один детектив доложил Соблизубу, что придурки хотели объединиться, чтобы уничтожить Чикаго Спирит Для одних местом упокоения стало то кладбище Для других книжечка про Тома Сойера Вашим источником был детектив Хартлес, верно? Видите ли, мы немного углубились в биографию сыщика и узнали об одном из его заказов Нанимателем был некий Михаэль Галант и его подручная Сентябрь из общества Галанта Задачей мистера Хартлеса было изучить труп Чарльза Монтгомери Одного из телохранителей Хайми Вайс из банды Нордсайда Преступник был застрелен человеком Аль Капоне По словам очевидцев, чтобы убить Монтгомери Зачинщику понадобилось выстрелить в него не менее 20 раз Общество Галанта интересовало причина подобной живучести И детектив вышел на след некой Едвиги Володи Саркицистки из России Со своими детьми и внуками она эмигрировала в Польшу А позже, в 1921-м, в Чикаго Нам известно, что Хартлес выследил Карциста Обнаруженное нами тело Бабы Яги было разорвано на кусочки Неплохо для обычного детектива Карцисты очень могущественные твари Но все же, к чему ты клонишь, док? Подождите еще немного, мистер Чапел И для справки Хартлес не убивал Игу По крайней мере, не намеренно Находясь в своих апартаментах Женщина была прикована к кровати Когда детектив выбил дверь И тем самым активировал ловушку Из прикрепленной к стене гранаты Вылетел очка И произошел взрыв Однако сам Ищайка выжил? Верно Нам точно неизвестно, как это случилось Но вполне возможно, что к этому приложила руку сама Володи Далее наши данные не точны Но самая правдоподобная теория звучит так Хартлес устроил встречу между людьми Капоне и доктором Рейнхардом Внуком Иги Частным врачом и партнером Хайми Вайса Мужчина был неосаркицистом В отличие от протосаркицистки Володи Это послужило возникновением неприязни между родственниками Поэтому доктор стал использовать Карциста как инкубатор червей Повышающих жизнеспособность, как это было у мистера Монгомери Рейнхард был похитителем личности Однако его способность ограничивалась кражей только внешнего вида Но не воспоминаний Тут вступал в дело мистер Вайс Который предоставил доктору и его друзьям неосаркицистам фальшивые документы В обмен на помощь в войне против Аль Капоне Значит, никакой сделки против Чикаго Спирит у Капоне и Вайса не было? Именно так Хартлис вас обманул Трудно сказать, в чем была его мотивация Вероятнее всего, это было желание получить деньги за заказ общества Голланда Но можно рассмотреть и тот вариант, что детектив хотел отомстить за Игу Черт! Мелкий уебок! Так легко мной воспользовался Не переживайте так, мистер Чапел Это не первый случай, когда вами управляют Напомнить про ситуацию с SCP-2680 Помните то алкогольное заболевание? Это было взаимное сотрудничество Я... интервью окончено Пошел нахуй из моей камеры, Тэтчер Как вам будет угодно Жалкий ублюдок Мне включить следующее интервью? Да, будь так добр Итак, мистер Чапелл, давайте немного пройдемся по списку аномалий, которые не удалось поставить на содержание Что вы можете рассказать про Кэрол номер 011? Да ничего, это даже не аномалия, богом клянусь Кэролом был простой, хоть и чертовски вкусный самогон Его создатель просто был идиотом, который считал себя великим заклинателем алкоголя Ритуал его не работал, и когда мы это выяснили, то прекратили снабжать его магическими и труднодоступными ингредиентами А что стало с самим самогонщиком? Да ничего, он на нас по-прежнему работает Не удивляйся ты так, Тэтчер Мужик же не пытался меня наебать Просто был тупым пнем А его пойло даже без его фокусов-покусов оставалось самым лучшим в мире Идем дальше Кэрол номер 055 Ааа, мастерская Этого не по адресу, док Вам нужен Честер Он заведовал этим бизнесом, делал необычные игрушки Мы с ним и его мадам заключили сделку Его мастерская в Бостоне была больше изнутри, чем казалось снаружи Поэтому Уильямс и Херинг позволяли нам хранить свое барахло на их складе А также строгали нам уникальные игрушки В обмен мы охраняли их от ККК Куклу с клана? Ага-с Но сотрудничество быстро закончилось Сучка-игрушечника никогда нам рада не была Постоянно мешала Мы перестали их защищать А после пришло письмо от мистера Развлечудова Что больше в мастерской нам не рады Ебаные лунатики Вам что-нибудь известно об их судьбе? Скорее всего, их давно сожгли на крестах Или нет, черт знает Ясно Кстати, о лунатиках Кэрол номер 155 Заноза в заднице Ничего больше про этих психов из церкви Петеринства на Манхэттене сказать не могу Хорошо Кэрол номер 188 Что-то только плохие воспоминания ты будоражишь, док Я выкрал братьев Ли из цирка Германа Фуллера Парни дали им имена Виктора и Винсент Как и все актеры у Фуллера, ребята были уродцами Сямские близнецы, которых разделили с помощью экспериментальной операции Их номер заключался в том, что вещь, проглоченную одним братом, другой мог отрыгнуть независимо от расстояния между ними Я счел их полезными для выхода на криминальную арену Большого Яблока Однако Винсент предал меня Он навел на меня ОНП После всего мною сделанного Мы заранее расспросили мистера Деринджера по поводу близнецов И он сообщил, что вы приказали избить Винсента Пацана нужно было воспитать Он был слишком наглый И в итоге это привело к тому, что во время допроса Виктор отрыгнул динамитную шашку себе под ноги Вы несколько дней пролежали в больнице с серьезными ожогами Спасибо мистеру Найту, что вообще остался жив Винсент до сих пор в бегах, верно? Угу Мы его разыщем Я был бы очень рад, док Если не в темнице стукачей, то пусть хоть в одной из ваших камер помаринуется В темнице стукачей? Вы имеете в виду Кэрол номер 322? Да, именно его Я уже говорил, что презираю предателей Еще до создания темницы стукачей мы их стукали И достаточно сильно Убивали и возрождали Сдирали кожу Отрезали гениталии Лишали скальпа Подобное мы проделали с одним придурком Когда по его вине погиб Соблизуб Но видимо подобные меры были слишком снисходительными с моей стороны Секрет Спирит был одним из самых прибыльных моих баров Его название, местонахождение и суть Невозможно было вспомнить, не услышав или не прочитав фразу активации А затем Альберт Джонс сдал пароль копам Пьяное хуело попыталось вломиться в квартиру своей бывшей жены Естественно, его поймали и предложили сделку Информация про Чикаго Спирит в обмен на смягчение приговора И тогда, в 1930-м, на Рождество, ваши ребята устроили облаву Бар закрывается Один из лучших Карлов украдены Я не мог оставить это просто так Через два месяца я заглянул в одну заброшенную больницу Вместе со знакомым оккультистом И превратил это место в ад на земле Альберт Джонс исчез 27 октября 1932 года Никаких сведений о дальнейшей его судьбе не удалось обнаружить В темнице для него была забронирована комната, не так ли? Кэрол, номер 280 Этот номер я никогда не забуду Самогонные бочонки Очень хороший был товар Его производил наш партнер, фабрика Устройство очень простое Кидаешь в бочонок труп или живого человека Лучше последний вариант И из него делается самогон Забавно, но даже мертвецы кричат во время этого процесса Когда я приезжал на фабрику обсудить недостатки товара Заметил, что ликвидированные с помощью бочонков люди Там пашут как собаки Рациональное изобретение Да, док? Безусловно И это любопытно Это ведь не первый товар, который Чикаго Спирит Приобрели у фабрики У нас на содержании хранится также SCP-3792 и SCP-4256 Тэтчер, я не знаю, какие Кэролы и какими номерами вы обозначаете Просто скажи, что это Партия аэрозолей и промышленный печатный станок А, это Одно из худших и лучших изобретений фабрики Полагаю, их принцип работы вы знаете Аэрозоли выпускают черный дым Который образует силуэты маленьких воришек И нужные им инструменты для дела При контакте с человеком Карманники узнают про вещь, которую он желает Они ее выслеживают Превращают в такой же силуэт из дыма И забирают с собой обратно в аэрозоль Думаю, ты и понимаешь, в чем проблема А если дотронуться до них во время кражи То вообще воспламенишься Такая же дрянь, как и фабричная косметика Можете рассказать про SCP-4256 для протокола Подарок от Ковалевича В честь нашего пятилетнего сотрудничества с фабрикой У этого печатного станка куча плюсов Например, мои парни, которые использовали его около недели Стали чертовски верными Другим плюсом является то, что Кэрол преобразует любую бумагу таким образом Что внутри нее можно поместить все, что угодно Очень полезная вещь при контрабанде И достать вещь из бумаги настолько же легко Нужно лишь потянуться Была лишь одна проблема Бумага – непрочный материал Она легко рвется и сгорает Что приводит к плохим последствиям Либо контрабанда внутри портится Либо бумага выплевывает ее из себя Из-за чего помещения неестественно искривляются А это привлекает внимание Очень щедрый подарок со стороны мистера Ковалевича Видимо, фабрика очень дорожит... Дорожила сотрудничеством с вами На сегодня, полагаю, интервью окончено Слава богу Наконец-то смогу дочитать «Жемчужину прерий» По крайней мере, у него хороший книжный вкус Банды Чикаго хороши К сожалению, не читал Следующее интервью? Да Покончим, наконец, с этим В прошлый раз мы обсуждали одного из ваших деловых партнеров Фабрику Были ли у Чикаго Спирит схожие отношения с какими-либо другими организациями? Мкит, может быть? Честно Не зря мы этих трех джентльменов и их подчиненных называли шулерами Неприятные типы Поэтому мы без сожаления обворовывали их Например, украли их товар во время одной из транспортировки по великолепной миле А с кем у вас сложились особо антагонистические отношения? Был один парень Звали Джозеф Крестов Был из федералов По указанию сверху он должен был следить за нами Но я лично приставил к его лбу автомат Томпсона Но на этом его история не закончилась О, нет Оказывается, парень был бармаглотом Прошу прощения... Эээ... Зеленым, скульптором реальности Так вы их называете Конкретно этого у нас прозвали Чеширским Котом Понятно Мы выбросили тело в реку, но котик вернулся И он был в ярости Бывший агент мог разрушить здание целиком Проходить сквозь стены И перемещаться между Нью-Йорком и Чикаго за день Как ты понимаешь, Крестов бил по моему бизнесу беспощадно Затаил обиду? Возможно Но мне кажется, что его больше волнует его любимая шляпа Кто-то из моих парней говорил, что он ее ищет Вечно бубнил себе под нос что-то в духе Нужно найти шляпу Где она? Где моя шляпа? Оооо Больше ничего? Похоже на то, док Честно говоря, за последние несколько лет Вы выжили из меня кучу информации Я расстался со многими ценными фактами Но кое-что я придержу лично для себя Навсегда Как вам будет угодно Мистер Чапел Фонд перешел вам дорогу Я не знаю, существует ли мистер Найт на самом деле Скорее всего, вы его выдумали, чтобы не винить себя в развале Чикаго Спирит Но как бы то ни было, теперь вы никто Лишь очередная аномалия у нас на содержании Очередной преступник в камере Никто вас не спасет Вы умрете здесь Вместе со своим чикагским духом Так, и произошло? Да Правда, я бы предпочла, чтобы он погиб именно в камере А не в пятизвездочном номере И все же в одном доктор Титчер оказался неправ В чем же? Дух Чикаго живет И имя ему Чикаго Спектр Субтитры создавал DimaTorzok